Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему Диза Заверших, Аплаке Мертвых, Рыбьевой Молнии, благодаря нашему гуру-учителю Психофармычу, вот он тут рядом все за нами наблюдает, мы сегодня рассказываем о том, как психиатр паразитирует на чувство недовольства. Ну, вы знаете, что мы критикуем многих, и сегодня информационным спонсором нашего выпуска является российское общество откровенной психиатрии. Чем оно отличается от других обществ психиатрических? Тем, что оно откровенно рассказывает о тех недостатках, которые существуют у психиатров. Ну, и надо вам сказать, что многие думают, что они страдают от гедонии, то есть утратой способности, утратой чувства радости в жизни, утратой способности радоваться, не способны испытывать эмоции, не способны испытывать удовольствие. Ну и всегда говорят, это же не норма, это какая-то тяжелая болезнь, надо идти к психиатру. Почему они говорят, что надо идти к психиатру, надо обращаться к психиатру? Ну, потому что все знают, ангидония является частью депрессии. Обратите внимание, критерий диагноза рекуррентного депрессивного расстройства депрессивного эпизода не менее пяти из следующих характерных симптомов, и должен присутствовать хотя бы один симптом из так называемого аффективного кластера. Вот он, аффективный кластер. И здесь два симптома. Это депрессивное настроение, которым сообщает человек, или мы видим наблюдаемые признаки этого состояния, то есть плохого настроения, или заметно сниженный интерес или удовольствие от занятий, особенно от тех, которые обычно доставляют человеку удовольствие. Вот, говорят, у нас депрессия. Беда в том, что эти люди забывают, что наряду вот с этим одним симптомом должно быть по крайней мере четыре еще из когнитивно-поведенческого кластера. Кто хочет прочитать эти симптомы на стоп-трансляцию, читаем. Дальше нейровегетативный кластер. Там еще есть кое-какие критерии. Так что на самом деле симптомов должно быть очень и очень много. А если этих симптомов нет, а есть просто ангидония, то это не ангидония, а это нормальное недовольство. То есть это просто отсутствие удовлетворенности, отрицательное отношение к тому, что с вами происходит и происходит вокруг. В этой ситуации мы уже давно рекомендуем так называемую политологически ориентированную психотерапию или поп-терапию. Что делает поп-терапия? Поп-терапия говорит, ваше недовольство связано не с психическим расстройством. Оно связано с объективной ситуацией, которая сложилась вокруг вас. Почитайте, пожалуйста, результаты опроса. Подавляющее большинство россиян испытывает чувство усталости. Подавляющее, ну большому числу не подавляющее, почти половине россиян не хватает заработной платы, а еще 36% опрошенных заявили, что выплатная зарплата покрывает только основные нужды с трудом. То есть, обратите внимание, 3 четверти населения просто заработной платы не очень-то хватает. Колоссальный рост числа дел о банкротстве замечен в 2023 году. Из каждых 10 браков распадается 7. Обратите, пожалуйста, внимание. То есть, если вы вступаете в брак, помните, пожалуйста, что у вас гораздо больше шансов на развод, чем на продолжительный брак. Так что, сами понимаете, ситуация серьезная. Ну и кроме всего прочего, конечно же, идет специальная военная операция. Мы уже об этом, как вы понимаете, не говорим, потому что мой канал не политический. Тем не менее, вот то, как мы действуем при помощи поп-терапии, это очень здорово помогает людям, потому что они понимают, что на самом деле это просто недовольство, и они, в общем-то, успокаиваются. Но психиатры очень часто в этой ситуации прибегают к назначению препаратов. Еще раз вы представьте себе, человек испытывает обыкновенное чувство недовольства окружающим, и, соответственно, он пытается найти помощь и господам психиатрам, некоторым, конечно, не всем. Вот, например, господин Менделевич, он известный адепт вальдоксана агамелатина, куда он только этот вальдоксан агамелатин не засовывал, теперь он засовывает его в ангидонию, говоря о том, что тот обладает продофаминовым действием. Ну, каждый знает, что дофаминчик – это очень и очень хорошо, что когда активность дофаминовых нейронов падает, то наступает дикая скука, поэтому давайте подбавим дофамина, все вроде бы казалось бы нормально. Беда в чем состоит? Беда состоит в том, что этот препарат вальдоксан на самом деле, ну, не очень-то он сильно вообще, я думаю, что не влияет на активность ни норадреналиновых, ни дофаминовых нейронов. Там механизм действия много раз рассказывали. Через блокаду серотониновых рецепторов типа 2С, ну, например, антипсихотик, нейролептик, респиридон, он в 9 раз более эффективный антигонинсеротониновых рецепторов 20, чем вальдоксан. Никто же не предлагает лечить респиридоном ангидонии. Более того, вы понимаете, вот до чего доходит все-таки психиатр. Ну-то ужас какой-то. Дело в том, что препарат под названием вальдоксан, он, собственно говоря, вырубает печень. Причем очень, ну, в общем, значительно сильно, потому что даже зафиксированы случаи смертельных исходов и трансплантации печени. Представляете, вот от простого недовольства назначать препарат, который может избавить вас от печени. Надо вам сказать, что это не только психиатры этим занимаются. Этим занимаются неврологи. У нас недавно был ролик. Посмотрите его обязательно, как неврологи депрессию лечат. В чем опасность? Вот когда невролог берется за лечение депрессии, там, в общем, происходит те же самые ужасы. Вот тоже рекомендует препарат вальдоксан, который всасывается всего 5%, хватает для того, чтобы вырубить печень, хватает для того, чтобы больные умирали, хватает для лекарственного гепатита. И если вы заглянете в инструкцию вальдоксана, то там вот эта страничка, эта страничка, эта страничка, это всё посвящено тому, как сделать так, чтобы ваша печень осталась жива. Но ни неврологи, ни эти самые психиатры ничего об этом пациентам не рассказывают. Это, конечно, ужас и страх. И ведь самое главное, ещё раз говорю, что они паразитируют на простом чувстве недовольства. А ведь это страна недовольных по определению. Это означает, что будут паразитировать на каждом из вас. Помните, пожалуйста, что когда вы придёте к психиатру и пожалуетесь ему, не дай бог на ангидонию, он может назначить вам вальдоксан. И тогда дело может закончиться очень и очень плохо. И вы за счёт того, что у вас просто простое, обыкновенное человеческое чувство, вы будете объявлены пациентом с психическим расстройством, которому требуется антидепрессант, который вам заведомо не поможет, а сможет вырубить вашу печень. Пожалуйста, я вас очень прошу, распространяйте эту информацию в интернете. Это очень-очень важно. Что для этого вам требуется сделать? Подпишитесь прямо сейчас на наш канал. Комменты, лайки. Вот если вы сейчас подпишетесь, поставите лайк, то YouTube поймёт, что значимая информация будет продвигать нас в выдачах. Нам это очень-очень важно, потому что, ещё раз говорю, мы должны помогать друг другу, иначе кто за нас вступится? Никто за нас не вступится. Будем все вместе стоять на страже нашей печени и психического здоровья. Не дай бог вас объявят каким-нибудь больным. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В его описании вы найдёте эквизиты счёта. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok